МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весеннее половодие в крае может начаться уже в конце марта. Готов ли регион к резкому потеплению и паводку? Шанс на расселение. Рекордное число аварийных домов планируют снести в Барнауле. Начнем. Жители Локтевского района жалуются на тотальное бездорожье. По их словам, сразу несколько населенных пунктов словно отрезаны от большой земли. Люди ежедневно вызывают спецслужбы, чтобы попасть с детьми в ЦРБ или купить лекарства в райцентре. Хлопчик какой-то, видать, с утра заскочил. Короче, тут не проехать. Камазы застряли два. И машин куча стоит. Мы сегодня, вот мне сдавать кровь надо было срочно, да? Кровь с восьми до десяти. А я приехала уже полдесятого. Потому что застряли где-то на дороге? Да, и стояли целых почти час или час двадцать. А дороги, если прочищены, то мне посыпаны именно там, где вот пешеходные переходы. Лед прям, голимый лед. Вот я упала прям вот на пешеходном переходе. Непробиваемые дороги между населенными пунктами – сплошной гололед в горняке. Жители района говорят, что уже отчаялись надеяться на помощь местных властей. И потому обращаются в СМИ. По словам людей, дороги чистят настолько редко и плохо, что по ним не могут проехать даже грузовые машины и экстренные службы. Так уже не раз было, что до пациентов не смогла добраться скорая помощь. Каких-либо пояснений по телефону от ответственных лиц в районе мы не получили. Поэтому направили официальный запрос в администрацию. Весеннее половодье в крае может начаться уже в конце марта. По прогнозу синоптиков, резкое потепление в предгоре начнется уже в ближайшие дни. До плюс 14 градусов в дневное время. К поводку в регионе уже начали готовиться. Так, под Барнаулом сегодня спасатели отрабатывали действия. Масштабные учения собрали десятки единиц спецтехники и сотню человек. Побывала там и наш корреспондент Анастасия Дороган. Затопленных территорий эвакуируют жителей. Такова учебная легенда. Рядом оттачивают оперативную откачку воды. Во время паводка думать будет некогда. Один из сигналов быть настороже – то, что в ноябре почва края промерзла. Что осложнит ситуацию со впитыванием талой воды. И поэтому мы ожидаем, что у нас будет интенсивный склонный высток при повышенных температурах, при активном снеготаянии. В ближайшие дни в предгорьях обещают до плюс 14 градусов. На Алтае готовятся к весеннему половодию. По словам спасателей, сравнивать первую волну паводка в марте и вторую в мае-июне очень сложно, потому что они разные по специфике. В первом случае они должны экстренно включаться в спасение. А во втором случае можно подумать о предотвращении последствий. После неожиданной и разрушительной первой волны в марте 2018-го к весне спецслужбы в боевой готовности. В этом году паводок потенциально затронет 33 тысячи жителей края. Для этого транспортера репетиция может стать генеральной. Он еще ни разу не был в зоне ЧС. Техника ездит по земле, по воде плывет, при случае вытянет застрявшую машину и всегда эвакуирует людей. Представим, что мы в половоде и мы можем спасти 25 человек. А разгоняется эта машина максимум на 60 км в час. Это, конечно, очень много. Обычно он намного медленнее ездит. Эмоционально тяжело. Когда особенно дети пострадали, это очень тяжело. Мы это переживаем. Мы психологически к этому готовы. Как говорится, мы с холодной головой подходим по всему. По снегозапасам, сообщают специалисты, этот год мало чем отличается от прошлого. Но перед второй волной запасы снега в горах еще оценят. Краснощоковский район отсыпал камнем несколько сел, чтобы участки не топило. В муниципалитетах проверяют систему оповещения и пропускают воду. Проводятся конкурсные мероприятия по заключению контрактов на перевозку спасателей на вертолетах, взрывников при каких-то заторах. В готовности также медики, дорожники, энергетики. В управлении ветеринарии отрабатывают дезинфекцию территорий с помощью техники, домов с вот этим рюкзаком на плечах. А это конечная труба? То есть это все? Сюда уже это вылетает. То есть мы могли бы включить, но здесь все будут в воде тогда. И если там раствор, то сколько плюс килограммов? Еще плюс 20. Ну, довольно тяжелое мероприятие, скажу я вам. К концу марта в край должно прийти стабильное тепло. Так что проявление паводка специалисты ожидают к середине апреля. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. В марте алтайские аграрии должны получить свыше полутора миллиардов рублей господдержки. Ее доведение до местных хозяйств, заверил губернатор края, в этом году ускорят. Над этим уже работает региональное правительство, подчеркнул Виктор Томенко на слете лучших животноводов края. В этом месяце сельхозпроизводители должны получить 60% всех лимитов, запланированных на 2023 год. Кстати, свыше миллиарда рублей получат предприятия, которые работают в сфере животноводства. Их продукцию узнают далеко за пределами региона. И по производству молока Алтайский край входит в первую пятерку российских регионов, говорят эксперты аграрного сектора. Мелкий и средний бизнес края нуждаются в поддержке. К этому призывали участники встречи, на которой отчитывался региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей. Чем сегодня обеспокоено бизнес-сообщество региона и какие проблемы нужно решать в турбо-режиме – в сюжете Валентина Аскеровой. Высокие страховые взносы, рост налоговых платежей, санкционное ограничение на ведение бизнеса, завышенная кадастровая стоимость земли и объектов недвижимого имущества. Системные проблемы, с которыми из года в год сталкиваются алтайские бизнесмены, пояснил в своем докладе уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Большинство предпринимателей сталкиваются с необоснованно завышенной кадастровой стоимостью объектов, которые не соответствуют рыночной. Ну и вот для примера. Один земельный участок кадастровой стоимости увеличилось с 4 миллионов до 360 миллионов. Второй земельный участок с 656 тысяч до 39 миллионов. Не столько поддержать бизнес компенсациями, сколько помочь с кадрами. Точнее увеличить количество бесплатных мест в среднеспециальных заведениях. Об этом сейчас спросят многие предприниматели. Кто получил цирку 5, то туда поступает, скажем так, на государственный счет. А кто плохо получится, то он должен пойти на плавное. Но на плавное он должен тогда пойти не рабочую, а специальность выбрать. Потому что какую-то другую будет специальность, потому что родители будут за него платить денежные средства. И здесь вот и мы теряем как раз на производствах такие кадры. В прошлом году было проведено свыше 70 мероприятий для бизнеса общества. Обучено свыше 800 человек. Несмотря на трудности и высокую финансовую нагрузку, предприниматели стараются завлекать в деловую сферу. Это и обучающие мероприятия для бизнеса, и на местах, и с использованием онлайн, проведение социологических исследований бизнес-климата. В качестве средств коммуникации работает интернет-приемная и официальный сайт уполномоченного. Итог заседания – доклад. В конце марта документ о проблемах предпринимательства направит губернатору края в краевое законсобрание, общественную палату и уполномоченному при президенте страны по защите прав предпринимателей. В Алтайском крае впервые прошла акция «Медицинский десант». В ее рамках семьи участников спецоперации смогли пройти всестороннее медицинское обследование. Причем такую возможность получили не только жители Барнаула, но и зато Сибирский, а также Алейска. Специалисты из краевых медицинских учреждений сами приехали к семьям участников СВО. Подробности в видеосюжете. Немножко бывает тронера, ничего не по уроке, там что-то такое, начинают давить шею. Не только общение, осмотр. Семьи участников спецоперации смогли сдать анализы, пройти обследование на флюорографе и мамографе. Только в Аллейское ЦРБ на прием к специалистам записались 40 взрослых и 26 детей. Клич, к слову, бросили в группе женсовета войсковой части 416-59. Пришла на прием и его председатель, супруг Натальи, военнослужащий, тоже сейчас находится на СВО. Мы являемся в многодетной семье, у меня трое ребятишек, и двоих из них, двух мальчиков, я сегодня тоже на обследование. Полное пройдем мы с ней обследование с мальчишками. Просто раз появилась такая возможность, почему бы ей не воспользоваться и не прийти. А сами плакируйте? И сама тоже сейчас заговорю и пойду тоже к психологу. Кстати, желание посетить психолога выразили многие члены семьи участников СВО. Хотя, говорят, уже научились жить с тем, что близкие далеко и в опасности. Но не только психологи оказались востребованы. Узкие специалисты в основном это кардиологи, неврологи, урологи, мамологи, ну и многие другие. В первую очередь задача, конечно же, это посетить населенные пункты, в которых дислоцируются подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые в том числе находятся сегодня на исполнении основных задач специальной военной операции. Конечно же, поддержать семьи, проверить состояние их здоровья. По итогам осмотра членам семьи назначено лечение. При необходимости его можно продолжить и в краевой столице. Рассматривается возможность продолжить акцию «Медицинские десанты» в других муниципалитетах края. Татьяна Голубева, День с толком. И к другим темам. Ситуация якобы в одной из школ Новоалтайска, где директор фиктивно трудоустроила свою дочь на работу и получала за нее зарплату, не совсем соответствует действительности. Инцидент имеет место быть, но относится он к Первомайскому району, а не к Новоалтайску, заверяет глава города Владимир Бодунов. Мы, конечно, понимаем, что в течение дня нам будут звонки и от правоохранительных структур, и есть такой ЦУР, что от нас каких-то комментариев будут все хотеть. Ну а какие мы отдадим комментарии, кроме того, что это не наша территория. Вот и все. Напомним, директора школы Первомайского района обвиняют в том, что она якобы фиктивно трудоустроила свою дочь в образовательное учреждение и получала за нее зарплату в течение двух лет. Сумма составила порядка 130 тысяч рублей. Слушание дела по данному факту пройдет завтра в суде. 80 аварийных домов планируют снести в Барнауле в этом году. Цифру озвучил руководитель городского комитета ЖКХ. И это количество – абсолютный рекорд с 2019 года. К примеру, в прошлом 22-м снесли 51 аварийный дом. Сколько средств планируют потратить на расселение горожан в этом году? Есть ли шанс у людей отметить новоселье? И будут ли повышать стоимость аренды временного жилья? Расскажем в сюжете. Темпы в этом году снижать не планируют. 450 миллионов рублей в 23-м выделено на расселение барнаульцев из аварийного жилья. И это только по муниципальной программе. Ведь есть еще региональная. Общий объем финансирования – 850 миллионов. Кстати, кому-то удается вселиться и в совершенно новые дома. К примеру, на Беляево-14. И хотя строители не слишком охотно реализуют программы по переселению из аварийного жилья, такие эксперименты удачны, уверены в мэрии. Конечно, опыт положительный. Мы бы с удовольствием и были бы рады, если бы у нас в рамках 44-го федерального закона строительные организации принимали активное участие и предлагали нам в новостройках такие жилые помещения. Будем продолжать работу. Жители аварийных домов интересуют, будет ли меняться сумма компенсации за их жилье в случае, если приходится арендовать съемное. К слову, сейчас за однушку, по словам руководителя комитета ЖКХ, компенсируют 12 300 рублей, 14 300 за двушку и 18 300 за трехкомнатную квартиру. Мы мониторим регулярно рынок, поэтому если стоимость аренды будет как по однокомнатной, по двухкомнатной, так и по трехкомнатной меняться, соответственно, мы будем с инициативой выходить к депутатам на предмет внесения соответствующих изменений. Но на сегодняшний день тот, кто желает найти для себя жилье не в аварийном доме, пока пользуется и данными суммами. На вопрос, планируют ли улучшать ваневренный фонд, который частенько жителей не устраивает, руководитель комитета ЖКХ ответил, что, безусловно, такой фонд – это не всегда благоустроенное жилье, но, по его словам, до въезда жильцов там всегда делают ремонт, и оно точно безопасно. Пока не попали в жилое помещение, не увидели его, наверное, не совсем корректно говорить на предмет того, что данные помещения находятся в крайне недовольтворительном состоянии и жить в них нельзя. Говоря о планах на 2023 год, Денис Рощепкин отметил, что уже с начала года на расселение из аварийного жилья из бюджета города выделено 56 миллионов рублей, и задача властей – как можно скорее переселить барнаульцев из ветхого жилья. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. С первым днем весны в России, в том числе в Алтайском крае, в силу вступает целый ряд законов. О весенних обновлениях подробнее далее. Пожалуй, одно из долгожданных для многих пешеходов нововведений этой весны – признание самокатов транспортным средством. Теперь их владельцам придется соблюдать скоростной режим – не более 25 км в час. А использовать для езды тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки можно при условии, если вес транспортного средства не превышает 35 кг. Правила распространяются также на гироскутеры, моноколеса, сегвеи и электроскейтборды. Нововведения ждут и других участников дорожного движения – водителей такси и общественного транспорта. Отмечается, что к этой работе не будут допускать людей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления. Новые обязанности ждут и владельцев сервисов с объявлениями. Если такой сайт посещают в день более 100 тысяч пользователей, то теперь по закону владелец обязан следить за содержанием в нем контента, пресекать размещение экстремистских материалов, публикации с нецензурной бранью, пропагандой порнографии, насилия и жестокости. А вот банкам и некредитным финансовым организациям теперь запрещается использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводах. Кроме того, через них нельзя будет делать банковские переводы. Перечень мессенджеров определяет Роскомнадзор. Положительные изменения внесли для братьев наших меньших. Правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных. Это позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках. Защищать будут не только животных от людей, но и людей от животных. Правительство и регионы получат новые полномочия и методические указания в сфере обращения с бродячими животными. По ним каждый регион должен делать как минимум три вещи. Мониторить число бездомышей, отлавливать их и помещать в приюты, а также заниматься профилактикой случаев, когда под угрозой оказывается жизнь и здоровье людей. Обновления пришли и в Барнаул. По федеральной программе в этом году отремонтируют три барнаульских образовательных учреждения. Третий лицей, 48-ю школу и кадетский корпус. На это направили более 220 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Работы начнут с сегодняшнего дня, а завершат до начала нового учебного года. Мария Мацаева, день с толком. По прогнозам синоптиков, метеорологическая весна в этом году начнется примерно на месяц позже календарной. Тогда в регион придет более-менее устойчивое тепло. Ждут ли его барнаульцы, рады ли они пусть пока еще календарному наступлению весны и поддерживают ли каким-то образом свое здоровье. Мы спросили сегодня, в первый день весны и к тому же день иммунитета. У горожан прямо на улице. Да, очень рада. Да, рада. Наконец-то можно снять шапку. Это классно. Депрессия проходит, наступает весна, любовь, вообще море улыбок. Как вы укрепляете свой иммунитет, поддерживаете его? Поддерживаем. Как? В бассейн ходим. А, ходим, да, тренируем. Иммунитет. Тренировки, спорт. Здоровое питание, спортзал три раза в неделю. Витамины зимой, это можно фрукты, можно просто витамин С. Вот сейчас я две недели, я чуть живой сейчас, только начинаю, переболел. И вот надо, а я живу один, вот надо идти в магазин. Сейчас пошел, что-то надо купить. Ну вот такой иммунитет. Надеюсь, еще организм мой воспрянет. Я ем фрукты и овощи. Чем еще мой иммунитет нужно укрепить? Больше нечего. А что не так? Травы, чай, баня. Может быть, что-то посоветуете людям для укрепления здоровья? Ну, то же самое, здорового образа жизни. Пейте меньше, курите меньше. Когда я ехал в Барнаул, это очень холодно. Очень холодно. Но я пытаюсь адаптироваться. И сейчас это нормально. Сейчас нормально. Вы не болели, ничего? Нет. Это круто. Одна из крупнейших национальных диаспор нашего региона отметила День Основания. Его с размахом провели в Доме народов Алтайского края. Здесь собралось больше ста гостей. Им рассказали о традициях, обрядах, народных инструментах и национальных блюдах казахов. Игра на домбре, песни и стихи, а также большое количество мясных блюд и хлебобулочных изделий. Это то, что отличает казахскую культуру. Познать ее глубже накануне смогли все присутствующие. Их с большим гостеприимством встречали виновники торжества. У нас свой коллектив. Мы давно выступаем. Не только в городе Барнауле, но и в Новосибирске. Мы в Омске ездили. Были планы высветать в Москву, но там поднимение нам помешало. Но тем не менее, то, что поддержать свою культуру, показать свои традиции, что мы на Алтае такие казахи проживаем, мы считаем это очень здорово. Уже сейчас казахская диаспора на Алтае, а она включает в себя более 10 тысяч человек, готовится к своему главному торжеству – Ураза Байрам. Отмечать его в этом году будут 21 апреля. А на этом все новости уходящего дня. Спасибо всем, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всех с первым весенним днем, хорошей недели и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok